здравствуйте уважаемые зрители представляю вам вот такой красивый кофр с блатной строчкой по краям строчен достаточно плотный материал размер вот такой примерно 5 сантиметров сейчас посмотрим поближе где-то 5 сантиметров высотой кофр так ты ширина у него где-то девять с половиной ну и длина сейчас померяем и длину с вами это ширина была вот она длина 30 30 сантиметров ну вот и давайте взглянем на этот кофр на видео вот чтобы для масштаба я поставил спичный коробочка рядом вот такой красивый материал блатная строчка и фирменная надпись citizen открыв этот кофр он закрывается на липучку мы доставим вот такое элегантное изделие японской промышленности такой вот принтер для ноутбука он начал продаваться в начале 90-х годов примерно 91 92 год вот на блоке управления мы видим переключатель включения крутяшечку регулировку яркости печати ну и стандартные принтерные кнопки в окошечке видна кассета которая используется для термопечати ну и вход питания и вход интерфейса это обычный лпт но вход интерфейса специфически открываем крышечку и видим там кассету с помощью которой осуществляется пичать а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Сзади принтера открывается вот такой вот лоточек для того, чтобы вставлять бумагу. Внутри его есть ограничители, ну и сбоку мы видим рычажок прижима бумаги. Для того, чтобы вставить лист бумаги, надо на себя его отвести, вставить листик, выровнять и потом прижать его, отведя рычажок назад. И еще вот такой небольшой секрет этого принтера. На морде вот эта крышечка открывается. И мы видим здесь аккумулятор. Вот модель указана, 7,2 вольта, 900 мАч. Здесь рекомендации к использованию. Вот такую ленточку натянем и вынимаем ее. Плюс-минус. Вот такой вот аккумулятор. Ну, это стандартное предупреждение на всех языках. Так, вот. Может, возникнуть вопрос. Здесь вот темненькие пятна. Это следы от вот этих коричневых платилки. У нас обычно поролон в нашей аппаратуре использовался. Но здесь не поролон, а что-то другое такое. Типа пробки, но тоже мажется. Вставляется в обратном порядке. Вот так вот. Минус-брусцы вмещаем. И вставляем. Смотрите, ловушечку защелкиваем. Вот такой вот красивый элегантный принтер. Вот такой вот красивый элегантный принтер. Ну и в завершении немного фотографий. Спасибо. Смотрите. Ну и кроме управления принтером через кнопочку меню, под крышечкой есть табличка, а в районе картриджа есть переключатель, которым устанавливаются основные параметры. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.